Вот слушайте, я все время говорил, что самый главный враг для народа в России это российская власть. В очередной раз в этом убеждаюсь. Со вчерашнего дня все информагентства пестрят сообщениями. В административный кодекс вынесли поправки, согласно которым существенно увеличены штрафы за нарушение карантина. До одного миллиона рублей эта цифра выросла. Ну это максимально жесткое наказание. Вообще нижний порог по этой статье теперь начинается от 150 тысяч. 50 тысяч был до 80. То есть не соблюдаешь карантин, 150 тысяч штраф, а может и больше. Но это еще не все, господа. Депутаты Госдумы пошли дальше и предложили вообще уголовную ответственность ввести для распространителей инфекции. А еще для тех, кто распространяет недостоверную информацию или фейки по этому поводу. Я так понимаю, что это уже камень. В огород к нашему брату. Не совсем, впрочем, ясно, что считать достоверной информацией, а что нет. Поскольку главным-то фейкометчиком, как показывает практика, сегодня как раз является наша власть и ее мерзкие прихлебатели-пропагандисты. Сейчас будем разбираться. Это Кремлевская обсерватория. Здесь мы обсуждаем наиболее абсурдные новости, попадающие в ленту. Начинаем! Ну и начнем, пожалуй, сразу с конкретики. Вот эти вот чебурашки из Госдумы, как сказал выше, сейчас пыхтят, напрягаются. Скорее быстрее поправки в законодательство вносят касающиеся, внимание, нарушения режима карантина. Стесняюсь спросить, а у нас кто-то карантин объявлял? Тут Путин в среду обращался к нации. Ни словом. Ни полсловом о карантине человек не обмолвился. Да, сказал, что стоит отнестись к происходящему серьезно. Что объявляет следующую неделю нерабочий? Ну, повторюсь, ни в одном месте, нигде президентам не было сказано, мол, я объявляю карантин. Чтобы не быть голословным, хочу показать вам указ, подписанный государем тогда же в среду, 25 марта, с официального сайта Кремлин.ру, в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, в соответствии со статьей 80 Конституции РФ, постановляю установить с 30 марта по 3 апреля нерабочие дни. А вот теперь на что нужно обратить внимание. Смотрите, отсылка на статью в Конституции в этом документе, это всего лишь статья, которая говорит, что президент вправе подобные указы издавать имеется. А вот отсылки на закон о санитарно-эпидемиологическом благополучии в документе уже нет. Это, кстати, федеральный закон, называется ФЭЗАЭ номер 52, 30 марта 99 года. И вот в этом законе присутствует 31 статья, которая так и именуется. Ограничительные мероприятия или карантин. Повторюсь, в указе президента никаких отсылок на данный закон мы не видим. Ошибочка, что ли, закралась? Другой пример, пожалуйста, это уже распоряжение губернатора Свердловской области. Но вслед за главным руководители регионов тоже начали подобные документы подписывать. Вот мы видим. Внести изменения в принятый ранее указ о введении на территорию области режима повышенной готовности. Дополнить действующий указ следующими изменениями. Ну, понятно, что внести туда историю с нерабочими днями. Кроме того, губернатор постановляет приостановить работу предприятий общественного питания, объектов розничной торговли, организаций по бытовому обслуживанию населения, дискотек, кинотеатров, торговых центров. Больше трех не собираться и бла-бла-бла. И вот здесь, кстати, отсылка к ФЗ-52 имеется. Правда, опять же, не к 31-й статье, которая говорит нам о введении карантина, напоминаю. А на статью 29 авторы ссылаются. О чем она? Она об организации профилактических мероприятий. К чему я настолько скрупулезно все это рассказываю? А чтобы наглядно продемонстрировать. Ни один представитель власти в нашей стране не спешит объявить о том самом карантине. Почему? Да потому что как только они это сделают, все. Вся ответственность за происходящее полностью ляжет на плечи государства и чиновников, в том числе финансовая. Уже не получится протолкнуть аферу. Мы, мол, тут выходную неделю объявили, но за счет работодателей они пусть зарплату сотрудникам платят. Любой коммерсант, предприятие которого закрыл какой-нибудь губернатор своим распоряжением, вправе будет прийти в суд и сказать, вы тут принудительно ограничительные меры ввели по 52 закону, пусть государство мне оплатит убытки. И по суду получит с государства свои деньги. В данном же случае вот все эти бумажки, которые я вам показал, носят исключительно рекомендательный характер. Не более и ответственности по ним слуги народа вообще не несут никакой. Как тебе такое, Илон Маск? Вот это я понимаю, вселенский развод. По телевизору они нам кудахчут. В это непростое время мы должны объединиться. Должны быть как единый кулак один за всех и все за одного. Ага. А на деле? А на деле, ребят, вы там объединяйтесь, мы без нас. Ответственности мы не несем. Более того, за свой счет объединяйтесь. Кто все еще не верит, покажите этот мой ролик юристам или попробуйте подать в суд на государство в качестве эксперимента, уверен. Тебе еще до суда скажут, уважаемый, в данном случае государство тебе ничего не должно. Поскольку по факту карантин не объявлялся. То, что там на России один Соловьев ахинею несет, проблемы Соловьева. Но зато. Но зато против нас эта гнилая история. Ой, как хорошо работает. Более 500 человек уже привлечены к ответственности. То есть смотрите, какая забавная штука получается. Официально карантин никто не объявлял, но уже 500 человек привлекли к ответственности за нарушение этого самого карантина. Вот поперло так поперло. Лохотрон лохотронов, блин. Хотя там речь идет о тех, кто въехал в страну. Возможно, в отношении этих людей карантин и выводился. Ну да, не в этом дело. Просто еще раз хотел обратить ваше внимание. На двуличие этих негодяев. Они даже вот в такое непростое время готовы нас подставлять. Готовы играть по каким-то своим правилам. Грабить нас. Подумайте об этом все. Это была Кремлевская обсерватория. Увидимся завтра на стриме. В гостях будет Сергей Удальцов. Ну а вам хороших выходных. Не болейте. Все, пока. Пока. Субтитры подогнал «Симон»